Доброе утро! Доброе утро! Привет! Мы сегодня... Давай поговорим с тобой про школу. Хоть ты в школу сегодня и не идёшь. Расскажи, что ты думаешь про школу? Про школу? Ну, там бывает весело, но при этом и скучно. Потому что, ну, всё это домашку там делать. Но это не интересная часть, а потом, когда ты всё сделал, и все твои друзья сделали, можно с ними играть, тебе совсем не скучно. Понятно. Какие-то предметы есть у тебя, любимые? Любимые? Да, есть. Окружающий мир и технологии. Скажи, пожалуйста, а у тебя есть какая-то мечта, связанная с животными? Животными? Да. Я хочу когда-нибудь летом уехать на волонтёрство. А, волонтёром хочешь быть? Да. Поработать для животных? Да. А давай с тобой представим, что было бы, если бы ты была драконом. Хорошо. Я бы, наверное, летала по небу, скрывалась от людей, чтобы меня никто там не застрелил. и я бы спряталась в пещерах, где рядом вулканы. Ничего себе. А почему ты думаешь, что тебя бы застрелили? Потому что все боятся драконов и думают, что они опасны. Ну, вот это максимально, потому что тут дальше фонарики эти отражаются. Ну, может быть, отражение фонариков будет интересно. Ну, давай посмотрим сейчас. Вот, видишь, как у тебя получилось? Как будто это на... Небе. На небе у тебя горит свет. А ты мне, что ли? А я тебя, да. Сейчас, типа, я суперфатолог. Нала, вот расскажи мне, пожалуйста, вот это кто? Что это? Иди вот. Это? Это мои игрушки. Ну и что? Это хрюня, это совуня, это обезьянка, это сплюша, это монстрик, а это любимчик. Я с ними сплю. Да? Да. А для чего? Мне с ними спокойнее ночи. А если без них, то что будет? Без них? Не знаю, мне как-то сранно во сне. Как? Такое ощущение одиночества. Да ты что? Аль, тебе во сне может быть ощущение одиночества, если ты спишь себе и спишь? Не, ну я обычно просыпаюсь ночью. Ты ночью просыпаешься? Да. Я первый раз слушаю об этом. Они разные. У каждого из них есть своя особенность. Да, например? Например, у любимчика он волшебный. Прекрасно. Вот он, еще вот так вот он есть. Ну да, это замечательно, согласен. Так. Он мне придает спокойствие сном. Ну, собственно, как и все остальные, насколько я понимаю. Нет. Вот он, он мне придает сон хороший. Что? Это Страшилла. Замечательная. Он мне придает сон хороший. Так. Любимчик. Какой же любимчик-то? Это с плюша. Это с плюша. Он мне помогает спокойно спать. Да, как и, собственно, Страшилла. Да, насколько я понимаю. Нет, он дает мне сны. Они мне придают любовь к утру. А. Потому что они в плюшке, а не пасточка. Хорошо, ладно. А Хрюня, он придаёт мне танцы днем. С добрым пунктам. Ура! Хуже твоя собака стоит, да? Да. Да? Да. И как её звать? Чанга. И чего ты про неё можешь рассказать интересного? Что мы с ней знакомы с детства. Да? Она у меня появилась, сколько, в четыре, по-моему. Ага. Когда мне было. Мама её, наверное, забрала у ребят каких-то, которые хотели её отдать в приют. Она меня успокаивает иногда, когда мне грустно, например, когда мы обиделись. Точнее, я обиделась. Бывает такое, да? Да. И на что же ты обиделаешься, интересно? На маму, например, когда она, не знаю, не дала мне того, что я хотела. Я просто первая, что пришёл в голову. Не дали тебе конфету? Да? Ну, в принципе, можно сказать, да. А ты поела еду-то? Еду, да. Весь обед съела? Ну, не весь. Как-то не весь. Интересно, а и куда делось то, что ты не съела? Я не знаю. А кто знает? Мама. И куда она его делала? Я не знаю, я не видела. А что ты думаешь по поводу еды вообще? По поводу еды? Да. Какой? То, что тебе дают есть. Но иногда бывает вкусно, иногда бывает невкусно. А что бывает вкусно? Вкусно тебе что-то нравится? Мамины котлетки, макарошки, блинчики, пельмешки. Ещё нет, гречка, там рис, сладкое мне нравится. А сладкое и сладости что тебе больше нравится? Больше прям? Ну, больше всего, да. Творожные сырки, наверное. Мне вообще не хочется брать. Да. Но так просто мозг управляет мной. И я это хочу исправить, чтобы я управлял. А что для этого нужно-то? Как ты думаешь? Ну, ты хочешь исправить, но что для этого нужно делать, не особо понимаешь. Или понимаешь всё-таки? Ну, хочешь что-то есть? Какие-то мысли по этому поводу? Не знаю, стараться просто его контролировать. Мозг контролировать. Ну, в общем и целом, это один из вариантов. А ты хоть пробовала хоть раз это делать? Я пробовала, но у меня не всегда получалось. Да? Да. Это интересно. Красивая? Да. У тебя надо красивой быть или не особо можно быть? Красивой надо быть. Почему? Потому что я девочка. А что ты как дебелёныш разговариваешь? А, Фианит? Не знаю. Фианит, как тут так разговаривает? А, да, да, да. Что это за фигня? Какая-то, а? Мартышка? Или Мартышка? Вот Мартышка. Понятно. Ладно, ты мне расскажи. Вот вопрос такой. Если у тебя есть возможность выбора. Вот наступил день, проснулись и тебе говорят, у тебя есть сегодня возможность весь день проваляться или там, не знаю, что сделать с планшетом, игрушки всякие, там танцули, переговорчики. Либо сняться в каком-нибудь интересном кино. Небольшом, короткометражном. Что выберешь? Кино. Почему? Ну, потому что для меня это интересно, и хотя бы это ум приносит. Ум приносит. Съёмка в кино приносит ум тебе, да? Да. Да, а если честно? Кино. Потому что связь не всегда такая возможность в кино. А с планшетом всегда есть возможность. Ну, логично, ладно. Ну, слушай, хорошо. А что тебе вообще в кино нравится сниматься? Кино? Ну, когда съёмка вот начинается, да, ты прикроешь. Ну, там интересно так. Там ты, когда вживаешься в роли, ну, это интересно, чувствуешь себя этим героем. А можешь какой-нибудь пример привести? Вот тебе, чтобы прям понравилось. Что мне понравилось? Ну, да, какая роль там была у тебя интересная, которая тебе действительно... Ну, не действительно, а больше всего была интересней. Из моих фильмов? Да, да, в которых ты снимал. Наверное, «Два берега». Что там за роль была? Стежка. Да, и чего? Там деревенская девочка. И у неё есть семья, и ещё есть другая семья. И они, можно сказать, так воюют. Между собой? Да. Или с кем-то другим? Нет, между собой. Ну, и что тебе в этой роли понравилось больше всего? Больше всего? Именно встанка какая-то? Ну, в съёмках. Ну, да, не знаю, что-нибудь. Ну, что это деревня. Ну, такая атмосфера прям странная какая-то. Необычная для тебя, да? Да, да, да. Там все вот эти вот всякие штуки. Ой, Фён, я не особо понимаю. Вот ты рассказываешь, там всякие эти штуки. Мне как понять, что здесь? Ну, там тележки, дома такие старинные. Ну, да. И курицы, по-моему, ещё были. Были, бегали и курицы там, да. Одежда такая деревенская. Да. А как тебе ночная съёмка в «Русалках», когда вот ночью снималась? Начнала? Ну, на море, прям когда-то по песку бегала. Тоже было интересно, но страшновато. Страшновато там было? Ну, там фильм такой, да. Да, это ещё было, когда прямо перед моим днём рождения. Да. Тогда мне было ещё пять, а когда закончились съёмки, мне уже было шесть. Ну, и что ты про эту съёмку можешь рассказать? Что там я дружила со взрослыми. Ну, как дружила? Ну, у нас были с ними хорошие отношения. И там море, ну, ещё, конечно, приятно, что у тебя будет день рождения скоро. Мне сама вот эта роль понравилась. Не то, что, ну, сами съёмки понравились, а именно задумка. Ага.